Смотрите, какой иней. Сейчас половина девятого. На машинах тоже иней. Снежок, снежок. Да. Потому что она будет идти ладить в шкаф. Сегодня у меня такой горделивый день, если можно так сказать. Гордостью своего ребенка, Данюшечка у нас попал в число участников ежегодного национального конкурса диктантов. Написание диктантов. Бальфор. А? Бальфор. Каждый год устраивается в Бельгии, ну, это между франкоязычным населением, конечно, диктант. И вот представители от каждой школы берутся. Самое лучшее для участия в этом диктанте. И Данюшечка, конечно, попал в это число. Особенная гордость от того, что он начал изучать только в 9 лет французский язык, приехав сюда, в Бельгию. Французский я начал учить 3 года назад. Ну, сейчас 4-й год уже, он учится в школе. То есть приехал сюда, мы его отправили в школу прямо с нуля. Слава Богу, отправили его в франкоязычную школу прямо в среду. Конечно, первый год, ну, очень-очень-очень был волнительный. Очень мы переживали за него. Но, слава Богу, все обошлось. И вот уже сейчас, в отличие от местного населения, местных французов, ой, французов, бельгийцев, которые, у которых родной язык французский, он попал в число лучших в французском языке. Да, Данюша? Да, я ничего не могу. А как ты себя ощущаешь? Ну, я, у меня стресс. Да, какой стресс. Не волнуйся, все хорошо будет. Все, мы зашли, это значит, что будет мероприятие происходить в поле Джеза Крико. Это называется «Чистое Святое Сердце». Нет, это школа. И вот сейчас мы в зале ожидания. Сейчас отлично, потом дальше. Даня. Сточки. Ну, таких кусточков писать я не буду. Думаешь, мы здесь будем делать? Будем делать? Да. А? Нет, конечно. Даня уже зашел внутрь. Ну, вот и все. Отправили ребенка писать диктант. А сейчас будем ожидать в кафе 30 минут. То есть, все тут для родителей готово. Кофе, соки, сладости, пирожки. Все для того, чтобы ожидать. Очень волнуемся. Кофе. Вот мы решили подождать в кафе, не там, где все, не там, в школе, в маленьких залах, где все забито родителями волнующимися. Решили спокойно поужинать в кафе. И подождать здесь. Так как я соблюдаю пост, естественно, ничего вкусненького не взяла. Мой муж кушает кусочек очень вкусного пирога и рассказывает мне, как это вкусно. Кстати, да, хотела сказать насчет, ну, еще пару слов насчет диктанта. Сейчас происходит полуфинал. Данечка участвует в полуфинале, и это уже победа. Финал будет чуть-чуть позже. Я не знаю, пройдет он или нет, финал, но, конечно же, мы надеемся. Но в любом случае, даже участие в этом конкурсе, это уже победа для нас. Слышите? Это прям диктует, прям везде слышно. Чтобы все слышали, чтобы родители имели возможность тоже написать, проверить себя, может быть, что везде листочки лежат. То есть прям можно слышать, что там они пишут. Везде динамики стоят. У всех зданий. И зал ожидания есть возможность у всех. Сохраняйте. Вот и листочки пишут. Все закончилось, сейчас проверяют, и будут выходить уже. Родители подтягиваются потихонечку, поползают сюда. Ну, сейчас будут проверять. И копии этих работ, диктаторы, выдадут каждому ученику. Конечно, спрашивают сейчас, кто хочет помочь, проверять. Все вот выдали снимашки с ответами. Они выходят. А он идет, наш герой. Он машет здесь. Он ждет, он просто. Он ждет. Скажи, как оно? Хорошо очень было. Там некоторые пошли репортаж делать, да. А ты не стал? Они просто взяли несколько имен, и они пошли делать репортаж. Ага, ну хорошо. Как ты думаешь? Хорошо написал? Я думаю, все хорошо. Много ошибок думаешь? Пытаюсь. Что тебе дали, Даня? Такие сувенирчики. Так вот называется. Это диктант. Как называется? Бальфо. 2015. Все еще ожидаем. Сейчас я понимаю, как рвутся сумки, шапки, кроссовки, куртки. Какой-то кошмар. Бегают мальчики и девочки. Девочки как только их не возят. По земле, по ступенькам. Да, они все ступеньки пересчифровали. Дети. Дети бегают, играют. Там комиссия решает. Где будут результаты. Вот так вот они играют с вещами. Вот так вот они играют с вещами. Девочки, по-другому, по-другому. Когда мы отдали памятник от мира, сейчас будем называть победителем Сбор. Мы решили приложить чемпионский век кафе Куыг и... Несколько слов о том, что ходить дальше. Получается так, что наш чемпион, он вышел в финал. То есть в финал проходит 7, у кого меньше 5 ошибок. То есть с 5 ошибками уже допускается финал, который будет проходить 16 мая в городе Квеш. Начиная с 5 ошибок, каждого вызывали на сцену и дарили памятные сюрпризы, подарки. И чем меньше ошибок, естественно, тем больше подарки. И сын у меня Даниил, он совершил 4 ошибки. Вообще, честно говоря, я не думала, что так много русских детей будет участвовать. Потому что я слышала очень много русских имен. Значит, одно имя русское было, не помню уже какое, было на 5 ошибках. На 4 ошибках было в Канье. И 3 ошибки еще из их школы допустили девочка Полине Вольвов. Тетя Афреля. С первого дня школы. И еще один мальчик. То есть из их школы, здания на них участвовало всего 8 человек. Из этих 8 трое прошли финал. И наш дорогой, обожаемый и единственный пока что как раз попал в этот финал. Поздравьте меня. Мы очень-очень рады. Восторг, волнение. Очень приятно. Когда приедем домой, покажу еще подарочки, которые мне предложили. Вот наш чемпион. Привет. Сейчас он покажет, что им подарили. Вот эти вот подарочки давали за 4 ошибки. Во-первых, вот кепочки всем. Или это тоже только за 4? 5-4 ошибки. 5-4 ошибки. Вот кепочки дали. А то, что вот в этом пакетике, это за 4 ошибки. Да, вот пока да. Нет, не все. Не все, вот эти 4 ошибки. А что еще? Значит, вот это все получили. Это журнал для детей. Ну да, это газетка такая. И вот это тоже все получили. Все-все. Это что, журнал детский? Да, пожалуйста. Но у нее есть такое. Еще вот Аня, это на муви, да? Это карта чего? Парка. Мы их шифтами. Знаешь, здесь, видишь, можно там пройтись, погулять. Пучка. Угу. Пучка. Это что? Это для ключей, видишь. Брелок. Да. И потом, когда ты ничего не видишь, у нас светик есть. Угу. Но больше не очень хороший. Фонарик. Диплом. Я считал 3. Ну. Вот это листочек, это для того, что будет в финале, да? Книжки. Книжечки. Покажи, полистай чуть-чуть. Вот здесь. Такая вот книжка. Скажите, вы не видели его в медведях? Угу. Хорошо. Еще одна книжка. Да? Тетя жизнь. Угу. И легенда. Тело и не успешен. И еще одна книжка. Вот такая вот большая, да? Толстая. Так. Это что? Алиста. Ага. Линейка. Треугольник, да? Алиста, да. Вот такие вот приятные сюрпризики. А еще вот тем, у кого было 3 ошибки, им еще давали коробочку с игрой. И слова и губы их. Вот. А у кого 2 ошибки, там еще были интересные подарки. Такие же, как у 3. Мне там 2 коробки дали. Вот. А за первое место дали кубок. Кубок прямо вручили. Кубок. Маленький, маленький кубок. А те, которые самые лучшие, красивое описание, очень прям кубок. Да. И одной девочке, у которой самый красивый почерк, тоже вручили кубок. Вот. И сейчас, значит, дальше будет 16 мая уже в городе Ильеж. Как я уже сказала, это диктант национальный. То есть вся страна, франкоговорящая, участвовала в этом диктанте. И, значит, вот сейчас в финале в городе Ильеж съедутся со всей страны лауреаты. И там уже будет выясняться самый умный ребенок страны. И, значит, сказали, что диктант будет гораздо сложнее этого. И вот будет все гораздо серьезней. Там будет программа у них целая. Будут им даваться снова опять памятные сюрпризы, подарки. Будут им даваться бесплатная там еда или как там угощение для всех. Вот. Видео уже вышло на нет. Сегодня же. Все. Значит, снимала их телевидение региональное, национальное. И будут всех показ по телекам. Муж говорит, что уже вышла в эфир эта новость. Вот. Ну, все. Желаю вам всего самого наилучшего. Я желаю, чтобы ваши дети были гениальными во всем. Мама. И, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока.